Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляем вашему вниманию тему реализации аспектов экологического воспитания при преподавании в системе профессионального образования. Экологическая составляющая современной жизни одна из наиболее острых проблем, стоящих перед мировой цивилизацией. Достигнув верхней ступени технического развития, современное общество переживает острый экологический кризис. Современная динамика отношения международного сообщества к вопросам, нацеленным на решение климатического кризиса, отличается негативными тенденциями, заключил генеральный секретарь ООН Антонио Бутериш в итоговом докладе на 25-й Всемирной конференции ООН по проблемам изменения климата, прошедшей под занавес 2019 года. По словам исполнительного директора Greenpeace Organization, Дженнифер Морган, правительства всех стран должны полностью переосмыслить свою экологическую политику, ибо конференция в Мадриде скрыла потерю молодыми людьми в доверии к экологической политике их правительств. Во время проведения 25-й Всемирной конференции ООН по проблемам изменения климата, Мадрид стал местом масштабных крупных мероприятий и молодежных климатических акций, содержащих протест против действий правительств. Девиз программы ООН по окружающей среде, признанный на всех континентах мира, звучит следующим образом. Окружающая среда в интересах развития. В докладе Международной комиссии по образованию ЕНСКО делается акцент на освоение подрастающим поколением культурных сокровищ собственного народа и воспитание уважительного отношения к поликультурной составляющей национальной культуры. Современной целью поликультурного воспитания является наряду с приобщением молодого поколения к национальным и мировым культурам обучение навыкам экологической жизнедеятельности, безопасной в многополярном и поликультурном мире. В этой связи актуальными становятся идеи экологического воспитания и образования, которые могут быть реализованы через создание поликультурной экологической среды, сопровождающей личность на всем пути ее развития и воспитания. Экокультурное экологическое воспитание – это формирование у учащихся активной жизненной позиции, неразрывно связанной с бережным отношением ко всему живому. Формирование экологической культуры как компонента личности проходят все этапы – от экологического знания через экологическое мышление и экологически оправданное поведение к принятию культурных ценностей, то есть чувства ценностного отношения к экологии, ко всему живому. Мероприятиями на каждом из этапов профессионального образования являются организация работы экологического кружка «Экологи», проведение экологической конференции «Экологические вопросы и решения», научно-исследовательская работа учащихся, эко-субботники в городских парковых рекреациях, экологический патруль по прилегающей к колледжу территории улицы Кирова, а также ее проектное озеленение. Улица Кирова является своеобразными воротами города Витебска, которые встречают костей. Учебно-воспитательный процесс в системе профессионально-технического и среднеспециального образования имеет свои особенности, которые обусловлены как предметным программным содержанием, так и профессиональной спецификой будущих специалистов. Однако, независимо от специальности, каждый курс предметов общепрофессионального компонента, иностранный язык, профессиональная лексика, охрана окружающей среды, психология и т.д. содержит раздел, включающий темы по вопросам влияния специальности на окружающую среду и предполагаемые пути решения экологических проблем в рамках профессиональной деятельности. В этой связи задача преподавателя – это раскрытие многообразия отношений в биосистемах, природных механизмах регуляции экосистем, а также возможных способов выхода из экологических проблем, выдвижения гипотез экологически безопасных профессиональных решений. Так, например, для изучения темы «Современное оборудование для технологических процессов легкой промышленности дисциплины иностранный язык, профессиональная лексика» необходимо рассмотреть не только современное оборудование, но и его экологические характеристики. При выборе способа удешевления производства предложить выбор наиболее безопасных технологий – окрашивания тканей, разработки синтетически разлагаемых тканей, биоочистки источных вод и т.д. При рассмотрении темы «Компетенция техника технолога швейного производства» дисциплины охраны окружающей среды необходимо рассматривать в блоке общих компетенций и компетенцию экологической грамотности будущего специалиста. Кроме того, в курсе предметов специального компонента возможны элементы экологического воспитания. Так, при преподавании дисциплины «Транспортная логистика» для специальности «Операционный логист» в тени «Грузоперевозки. Опасные грозы» рассматриваются виды химически опасных веществ и транспорт для их перевозки. В качестве экологической цели занятия можно предложить разработку возможных экологических предложений по замене тары на экологически безопасную, ее обработки, правил экологической безопасности и транспортировки. В учреждении образования используется интерактивная форма в работе театра моды стиль. Разрабатываемые коллекции из экологически чистых материалов и натуральных тканей при демонстрации реализуют функцию популяризации, диэкологии и создания молодежного бренда экологической направленности. Приведенные и другие формы работы, несущие экологический воспитательный посыл, позволяют надеяться на формирование у специалистов будущего искреннего и ответственного отношения к окружающей среде. Общаясь с учащейся молодежью в будущем страны, преподаватели должны понимать простую истину. Говоря о живой природе, мы воспитываем душевные качества наряду с умственными способностями. Воспитывая примером, мы даем им шанс вырасти людей. Благодарю вас за внимание и желаю удовлетворной работы. Продолжение следует... Продолжение следует...